Если бы я вживую рисовала портрет Валерия Бисаловича, я полагаю, что мне бы не хватило ни красок, ни холста. Да и вообще нет такой палитры, которая смогла бы описать всю его харизму. Когда я смотрю в глаза маэстро Гергиеву, я вижу его музыку, его мощь, его ум, вот это все. Для меня привилегия быть рядом с ним, получать от него его энергию, его искусство, его талант, который в его руках. Хотя его глаза говорят даже больше, чем его руки. Иногда просто тебя немножечко сносило от его энергии, когда он просто проходил мимо тебя. Особенно после репетиций, напитанной музыкой и вот этим восторгом. Валерий Гергиев для меня это потрясающая личность, выдающийся дирижер, человек, чье имя знает весь мир. И что самое интересное, он на протяжении всей жизни занимается любимым делом и горит этим делом. Валерий Гергиев наш земляк. Для меня это означает то, что неважно в какой точке земли родился человек, он может с помощью своего труда и усердия добиться огромных высот. Он родился лидером, он родился победителем, он родился человеком, который должен идти в авангарде, который должен быть впереди. И поэтому за ним пошли миллионы. Валерий Бесалыч, он всегда живо интересуется, когда идет репетиция. Он интересуется не только тем, что происходит во время репетиции, музыканты, как играют, поют, танцуют. То есть все живо его интересует. Но и те люди, которые сидят в зале, он в какой-то момент просто увидел мое, наверное, заинтересованное такое любопытное и полное обожание лицо. Я смотрела на сцену, в какой-то момент он подошел ко мне, и у нас завязалась беседа. Через несколько, наверное, недель я спела прослушивание для маэстро. Это было больше 20 лет назад, в 1996-м, что-то такое. Тогда я работал в Мюнхенской филармонии. Я даже помню, когда пришел Гергиев, мы играли Пятую симфонию Шостаковича. У нас с самого начала возникли хорошие отношения. Это очень смешно звучит, но с маэстро Гергиевым все происходит, как на хорошей свадьбе. То есть, когда ты понимаешь, как нужно вести себя со своей женой, то все в жизни идеально. Люди не видят, как много мы потеем еще задолго до начала концерта. Это ежедневная работа только что. Например, я с репетиции с маэстро. Ежедневно и ежечасно нужно работать с коллегами. Они реально становятся твоей семьей. Ты начинаешь понимать друг друга очень хорошо. Я хочу, чтобы он задержал до мне взгляд и выслушал то, что я хочу ему сказать. Потому что Валерий Беслович очень занятой человек, его очень трудно поймать. И получить его внимание, это очень важно. Но, честно говоря, я не представляю, как это можно работать в таком темпе и как можно такое количество задач держать в голове и их решать. Я не представляю. Для меня это загадка. Действительно загадка. Если честно, с Валерием Бесловичем, по-моему, можно говорить на любую тему. И на футбольную, на баскетбольную, на какую угодно. Он очень живо интересуется спортом. И у нас существовала футбольная команда. Это человек, который живо интересуется жизнью, который живет не сегодня, он знает, что будет завтра. Он идет на шаг впереди всех. Его, конечно же, такое открытое доброе сердце. Он всегда откликается на помощь. Ему не надо спрашивать. Он сам приходит всегда на помощь. И маэстро, естественно, требует, сам находясь на невероятной высоте, он требует, чтобы и ты поднимался на эту высоту. То есть он хочет, чтобы ты рос, чтобы ты там был, чтобы с тобой можно было говорить на одном языке. Я бы не сказал, что он тиран. Я просто думаю, что он человек, который ставит какую-то зачастую невыполнимую планку в работоспособности и в отношении к работе. Круто. Это очень хорошо дисциплинирует и очень легко работать потом где-то в другом месте, потому что привык совершенно в другом темпе жить. Мы были в Швеции на вручении Polar Music Prize. Это одна из крупнейших и важных наград в мире музыки. И в этот год премия была присуждена Валерию Гергиеву и Лед Зеппелин. В этот момент я отчетливо поняла, что Валерий Гергиев – это и есть рок-звезда. Потому что он такой крутой. Это человек, который хочет знать все новости о футболе, о музыке, обо всем на свете. Но он никогда не говорит о себе. Многие люди в его статусе повторяют «Это я, я то, я это». Маэстро никогда так не делает. Все, что он хочет делать, это в первую очередь и всегда для музыкантов и для оркестра, для музыки всего мира. Ну, конечно же, это такой тигр. Как-то я задала вопрос Валерию Бесалычу, какую он оперу больше любит, например, «Хованщина» или «Пиковая дама». Например. Валерий Бесалыч засмеялся и сказал мне, «Катя, представляешь, если бы тебе спросили, ты любишь какую большую руку, правую или левую?» Это очень экспрессивное что-то было бы. Это, может быть, даже было бы не похоже, но тут важно передать энергию и динамику. Потому что Валерий Бесалыч – очень экспрессивный дирижер, очень динамично живущий человек. То есть у него это все очень материализуется в итоге в какую-то реальность. То есть это не совсем Дон Кихот. Это скорее какой-то… Простите, сейчас я собьюсь. С кем сравнить? Не знаю, с кем сравнить. Когда я вижу Гергиева, я говорю себе, «Он мой Дракула». В хорошем смысле. Потому что в том, что он делает столько мощи, что он захватывает тебя немедленно и всего сразу. Если бы каждый большой дирижер, каждый, скажем, большой босс делал то, что делает маэстро для музыки, для музыкантов и людей, мир был бы другим. Когда мне говорят, что «Ну вы слишком как-то много выступаете, ну вы, наверное, самый занятой дирижер в мире», я говорю, слава богу, вот представляете, часов 10 дней, и никто не может даже позвонить. Мне кажется, что это огромное преимущество. Мне кажется. Спасибо.